Еще никогда я не был так спокоен за будущее нашего авиапрома, чем сейчас. Да-да, ерники могут ерничать, циники – циничать, а всепропальщики – всепропалить. Говоря о том, что сроки поставок серийных российских самолетов МС-21 и Супер-Жет-100, несмотря на озвученные амбициозные планы, бодрые реляции чиновников и мощные денежные вливания в авиаотрасли, были сдвинуты объединенной авиастроительной корпорацией на 2025 год и 2026. В Минпромторге это объяснили объективными техническими сложностями проектов такого масштаба. Однако печалиться тут нечему, потому что процесс перехода на отечественные самолеты стал необратимым, все технические и организационные трудности будут преодолены, и остановить этот переход теперь не удастся даже библейскому змею-искусителю, не говоря о земных искусителях, купленных лоббистах приобретения западных самолетов. А тем более после того, как Запад сам отказался от этих поставок и делает все, не обслуживая и ограничивая поставки комплектующих, чтобы ранее купленные нами самолеты быстрее выходили из строя и гражданская авиация в России была уничтожена. Когда в России началось восстановление авиастроительной отрасли и была создана Объединенная авиастроительная корпорация, мы дружили с Западом, верили, что экономика вне политики и активно встраивались в западную глобальную модель производства. Наши авиастроители не стали изобретать велосипед и при проектировании нового самолета Сухой Супер-Жет-100 пошли по самому легкому пути, создали его на основе широкой кооперации с западными производителями. Кооперация с западными компаниями, во-первых, позволяла значительно сократить срок сертификации и выхода на рынок нового самолета. Во-вторых, должна была стимулировать страны, в которых расположены производства комплектующих к закупкам именно наших самолетов, ведь тем самым они могли стимулировать производство в своих странах. Такая международная кооперация является частью процесса глобализации, который происходил в мире. И крупнейшие авиастроительные корпорации не чурались поступать точно так же. Повторюсь, они делали точно так же. Посмотрев на картинку, вы увидите, что транснациональная американская корпорация Boeing производит свои самолеты далеко не самостоятельно. Boeing делают Япония, Австралия, Канада, Италия, Франция, Англия, ну и, естественно, сами США. Таким образом, загружая заказами производство комплектующих для своих самолетов, эта компания обеспечивает себе и рынок сбыта в них. Ведь правительство тех стран, в которых имеются производства этой корпорации, становится заинтересованными в том, чтобы их страна закупала именно самолеты компании Boeing, помимо европейских Airbus. Хотя и Airbus, являясь одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, поступает точно так же. Посмотрите, в каких странах производится комплектующая для самолетов Airbus. Это Англия, Германия, Франция и Испания. Поэтому и наши отечественные авиастроители не стали тратить драгоценное время на разработку отечественных комплектующих, механизмов и агрегатов, разрабатывали, а потом и стали производить сухой Superjet 100 в широкой кооперации с западными компаниями из Германии, Англии, Франции, Швейцарии и США. То же самое касалось и самолета МС-21, который планировалось оснащать двигателями и российского, и американского производства. Да и композиты, из которых изготовлялось черное крыло, главное преимущество нового самолета перед зарубежными аналогами, тоже были импортными. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после введения жесточайших санкций и отказа западных компаний от поставок даже уже оплаченных комплектующих, нашим авиастроителям пришлось начинать все сначала, запустив программу импортозамещения и больше не полагаясь на кооперацию с кем бы то ни было. На этом пути возникают некоторые трудности, но они не являются непреодолимыми. Однако они оказывают влияние и на сроки сертификации, и на сроки начала поставок новых самолетов. Ведь нам пришлось по сути создавать новый самолет, импортозамещая примерно все. В прежнем сухой Superjet 100 из полностью отечественных комплектующих были, как вы можете видеть на картинке, только компоненты основных опор шасси, элементы фюзеляжа, концентратор данных и интерьер кабины пилотов. Даже технологическую стойку шасси, которая нужна лишь на этапе сборки, мы заказывали во Франции. А сейчас мы видим огромный цех, уставленный самолетами, которые от начала и до конца собраны в России. Это можно назвать даже глобализацией по-русски, потому что в строительстве этого самолета принимает участие множество российских предприятий. 40 поставщиков только первого уровня, а всего это почти 100 поставщиков. Фюзеляж из Комсомольска на Амуре, двигатель из Рыбинска, блок рычагов управления двигателя из Курска, топливная система из Санкт-Петербурга, шины из Ярославля, тормоза из Балашихи, система электроснабжения из Уфы, система водоснабжения из Дубны, внешнее светотехническое оборудование из Ульяновска, остекление аэронавигационных огней из Обнинска, остекление пассажирского салона и стойка шасси из Самары, интерьер салона из Казани, теплозвукоизоляция и стулы. Конечно же импортозамещены и другие комплектующие, авионика, бронированная дверь в кабину пилотов и даже обычные кнопки, которые должны нажиматься с определенным усилием и выдерживать до 10 тысяч нажатий, и которые нам раньше продавали американцы по цене в 500 долларов за штуку. Вся страна взялась за производство этого самолета, в котором каждый агрегат должен быть не хуже, а желательно лучше тех, что мы закупали во Франции, Канаде, Германии, США и других странах Запада. Которые вознамерились приземлить нас, введя санкции и запрет на поставки своих комплектующих, но не смогли этого сделать. Создавая наши самолеты, мы тянем за этим промышленность всей страны и поднимаем ее на новый уровень. Теперь мы своими силами, то есть независимо от чьей-то доброй воли, сможем строить самолеты, а впоследствии, если решим значительно нарастить их производство, то и продавать их другим незападным странам. Несмотря на сдвиг поставок, который произошел в связи с тем, что все системы самолета пришлось разрабатывать и заменять на новые, отечественные, что повлекло за собой необходимость заново обеспечить их совместную работу на самолете, а также произвести полный цикл испытаний, авиапроизводитель, как вы видите, не стоит на месте, а уже строит самолеты, в планах выход на строительство 20 самолетов в год. Все вышесказанное в полной мере относится и к МС-21, который также проходит импортозамещение и повторные сертификационные испытания. Смогут ли наши авиационные компании выполнить поставленную правительством задачу и выпустить запланированное до 2030 года количество самолетов? На этот вопрос у меня есть утвердительный ответ. Смогут, как только будут закончены все испытания и начнется их серийный выпуск. Почему я в этом так уверен? Потому что мы уже видели, что наращивание объемов выпуска продукции для наших производителей не представляет особой проблемы. Вот, к примеру, посмотрите, во сколько раз нашим производителям удалось нарастить выработку продукции в сфере ОПК в 2023 году. Автомобили и бронетанковое вооружение в три раза, средства поражения в семь раз, техника связи и рэп в девять раз. Так что не надо сильно огорчаться по поводу задержки поставок новых самолетов авиакомпаниям, потому что спешить тут не надо, ибо нам нужен надежный и хорошо собранный самолет. А значит, необходимо не торопясь провести весь цикл испытаний и устранить выявленные недочеты, чтобы не повторить оглушительный успех Боинга 737 Макс. Также повторюсь, что у меня есть полная уверенность в том, что воздушные просторы страны вскоре будут бороздить многочисленные отечественные самолеты. А главное в том, что процесс импортозамещения необратим и полное возрождение авиапромышленности в России не за горами. Ну и хотелось бы добавить еще про кое-что. Про Белый Лебедь. До выборов наш президент в Казани побывал за штурмалом уникального российского стратегического бомбардировщика ракетоносца Ту-160М. Совершил на этой птичке получасовой полет за секречным маршрутом и, вернувшись на аэродром, лично дал добро на принятие самолета в ряды российских ВВС. Второе имя этой грозной российской машины, не имеющей аналогов в мире Белый Лебедь. Так самолет прозвали за его белый как снег фюзеляж. Разработан межконтинентальный Ту-160 был еще в далекие 1970-е годы. Серийное производство его стартовало в 1984 году, но с распадом Советского Союза, сами понимаете, приостановилось. Тем более, что в одной части оказались оборваны все производственные цепочки по выпуску этой грозной птички. В Казани обслуживали лишь только уже выпущенные лебеди. И вот в 2018 году казанским авиаспецам СКАС, Казанского авиационного завода, была поручена крайне амбициозная задача – возродить производство Ту-160, но уже в новом варианте, модернизированном в соответствии с духом времени. Сказано, сделано. Наши инженеры провели огромный труд. И уже в январе 2022 года он уже совершил свой первый полчасовой полет. Белый Лебедь нашими инженерами изрядно модернизирован. Они заменили систему управления вооружения, сделали машину более защищенной, доработали двигатели, добавили электроники, средства РЭП, заменили на цифру, к примеру, все аналоговые приборы. Не забыли даже про комфорт экипажа, добавили блок отдыха для пилотов. То есть, значительно увеличили радиус действия нашего красавчика. Техника отличная, самолет новый, надежный, резюмировал Путин, вернувшись с небес на землю. Кстати, Владимир Путин еще в 2005 году летал во время учений Северного флота на старой версии Ту-160. Сегодня Белый Лебедь называют сильнейшим, самым крупным и самым мощным на планете ударным сверхзвуковым самолетом. Почти каждый Ту-160М, как настоящий корабль, имеет собственное имя. Путин, если что, летал на Илье Муромце. А еще есть, к примеру, Валентина Терешкова, Игорь Сикорский или же Петр Дейнекин в честь знаменитого главкома российских ВВС. Любопытно, что на глаз отличить старую версию Ту-160 от нового варианта могут только самые опытные специалисты по военным воздушным судам. Тот же размер флюзеляжа, крыльев, при том, что внутри, по сути, это теперь совершенно новый самолет. Сегодня Ту-160М, грозная компонента нашей ядерной триады, способная нести в своих пусковых установках сразу 24 крылатые ракеты. И готовая нанести ядерный удар по любым объектам возможного противника. Белый Лебедь наголову превосходит своего главного конкурента по классу американский дозвуковой «невидимый» в кавычках Б-21. Способен работать из российского воздушного пространства, не входя в зону действий вражеских ПВО. Ту-160, кстати, прошел вполне себе боевое применение. Участвовал еще во время военной операции в Сирии в 2015 году, наносил удары крылатыми ракетами по позициям Бармалеев. А сейчас, как пишут некоторые СМИ, применяется для запусков крылатых ракет по стране 404. Работа из воздушного пространства России.